Микс Ньюс Автор метода комплексной сказкотерапии, доктор психологии. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас такая очень приятная тема сказки. Это что-то приятное и не страшное. Да-да-да. Одно слово «сказки» вызывает сразу улыбку. И даже несмотря на то, что это сказкотерапия, всё равно это как-то у меня, по крайней мере, ассоциируется с чем-то очень приятным и добрым. Это мне очень дорого и приятно, потому что есть немало людей, которые говорят, что ваши сказки очень кровожадные и страшные. Я уже к этому привыкла. И когда кто-то улыбается, слыша сказка, сказкотерапия, мне очень это приятно и дорого. Пусть будет больше улыбок. Ну вот давайте начнём с самого начала. Вообще, давайте вы расскажете нам, в принципе, что такое сказка. Да, вообще, что это такое? Конечно, расскажу. Но, безусловно, вы делаете поправку на то, что это моя позиция. Позиция сказкотерапевта и автора метода комплексной сказкотерапии. Это не истина в последней инстанции. Для меня сказка — это прежде всего формат хранения сокровенной глубинной информации о жизни, зашифрованной информации. То есть это способ хранения и архивирования информации, говоря современным языком. То есть сказка — это такой совершенно потрясающий архиватор важнейшей информации. И благодаря определённому способу архивации с помощью образов и символов эта информация сохраняется. Её всегда можно разархивировать и сделать активной для своей жизни. Ну а если не касаться этой информации, она не портится. И вот в этом, конечно, прелесть сказок, то, что это потрясающие хранители информации, потрясающие информационные сервера. Тогда вот как слово «сказка» перешло в сказкотерапию? Может быть, действительно, мы поговорим о том, у всех понятие терапии, у всех, кто хоть как-то, это даже для слушателей, может быть, которые никогда не… Это достаточно специфический термин терапия, поэтому это, скорее всего, лечение, да? То есть такое… Это лечение, но лечение не в современном таком фармакологическом понимании этого процесса, а больше это лечение связано с исцелением, то есть восстановлением целостности, который у нас изначально есть. Стоит организму выйти из состояния дисбаланса, восстановить целостность, он исцеляется. И здесь речь идёт об информационном исцелении, восстановлении нашей информационной целостности, потому что наше мышление сейчас очень фрагментарно, очень разрозненное, и нужны такие вот стержневые идеи, ключевые мысли, которые помогают нам целостность восстановить и обрести внутренний баланс. И в этом суть терапии. И вот сказка как раз вот такую терапию, которая приводит человека к целостному состоянию, а в целостном состоянии начинает работать его личный иммунитет. Вот в чём прелесть. Не искусственный, который добывается с помощью фармакологии, каких-то инфекций специальных, а его естественный природный иммунитет. И вот сказка терапия, она восстанавливает естественный природный иммунитет психосферы человека. Вот говоря современным, более научным языком, это так выглядит. То есть с помощью сказки происходит исцеление, восстановление психосферы. Поэтому всё логично. Да, хорошо. А как вот тогда, как вы работаете с этим методом? Давайте вот, чтобы это было совсем понятно, как это происходит? Как вы, конкретно вы используете сказки в своей работе? Вы знаете, очень большое многообразие подходов, приёмов, потому что наша задача, это вообще наша кредо, каждому найти свой ключик, золотой ключик, каждому найти свою сказку, свой образ. Есть люди, которые любят слушать сказки и привыкли к этому. Есть люди, которые не понимают, что нужно их слушать, им нужны короткие истории, может быть, даже анекдоты. Поэтому мы используем как весь фольклор, который есть, так и авторские сказки. Сочиняем сказки сами, сказкотерапевтические истории по определённым конструкциям, которые прямо математически высчитываются в зависимости от состояния человека, от его задач, которые жизнь ему предлагает. И тоже помогаем человеку самому написать историю. Вот это вот такой общий подход. А в конкретном каждом случае мы очень часто начинаем с ассоциации. Допустим, человек приходит, рассказывает свою историю. Я сейчас больше о взрослых и подростках. И ясно совершенно, что любая проблемная история уже где-то описана. Но нет такого, чтобы в фольклоре этого не было, чтобы в авторском массиве сказок этого не было. Это есть. И поскольку мы много знаем историй, то, естественно, мы вспоминаем, приводим пример. Есть люди, которые не читают сказок, естественно, но смотрят фильмы. Тоже сказки, так ведь? Да, конечно. Не важно сценаристу создать крепкий сценарий, если он не будет использовать сюжеты, которые мы называем архетипическими, древними. То есть любой крепкий сценарий кинофильма — это всегда комбинация древних сюжетов. И это даёт нам возможность всегда ассоциативно припомнить какой-то фильм. Кто-то любит спектакли, допустим, может быть, спектакли. Кто-то любит книги, детективы. Ну что же это? Разве не сказки? Да, кто-то любит фантастику, да. Понимаете? Поэтому всегда таких вот примеров ассоциативных очень много. А зачем этот пример нужен? Чтобы отстраниться от своего проблемного фона, посмотреть чуть-чуть со стороны, увидеть механизм этой ситуации проблемной. Потому что когда мы его увидим, мы увидим и урок, зачем это дано. Потому что что касается человека, который на русском языке говорит, ему обязательно нужно дойти до самой сути, понять это вообще зачем. Точно, точно. И что с этим делать. И вот как раз, когда мы понимаем, какой урок за этим стоит, зачем это дано, как себя грамотно вести, чтобы действительно вот этот урок извлечь, а не упасть ещё глубже, совершить какую-то ошибку, попасть в ловушку, вот тогда становится ясно, что я прохожу, зачем я прохожу, и как точнее себя вести. И очень часто мы жизненные истории людей переписываем сказку. И вот те люди, которые получали такие сказки, жизнеописания, они, конечно, все отмечали, что совершенно иначе себя чувствуют, потому что увидеть свою жизнь как сказку, увидеть свою жизнь глазами сказочника — это на самом деле очень сокровенное переживание. Как люди говорят, мне никогда такого никто не говорил. Это всё равно, что для женщины, когда её любимый человек читает стихи, человек получает свою сказку, смотрит на свою жизнь другими глазами, принимает её. Потому что ведь очень многие люди свою жизнь не принимают. Вот опять-таки к вопросу о целостности. Воспринимают это как череду каких-то ситуаций ошибочных, успешных. Но вот этой целостной композиции, целостного узора судьбы не все видят. А вот именно сказка позволяет оформить жизненный путь как узор судьбы. Но это больше для взрослых, у кого есть за плечами жизненный опыт. А вот детки имеют определённые вопросы, они имеют определённые трудности характера. И, естественно, родители имеют претензии в связи с этими трудностями характера. Ну и тут понятно, что мы придумываем сказки, где такие же трудности характера испытывают разные герои, как они из этого выходят, разыгрываем это в песочнице. Ну, словом, больше играем. Но с детьми это вообще идеальный, я считаю, способ каким-то образом раскрывать ребёнка, добраться до его каких-то сознания, подсознания. Это, безусловно, самый такой простой и доступный ребёнку в понимании и, в общем-то, в удовольствие, наверное, даже. В удовольствие, да. Деткам очень нравится. И вот если педагоги жалуются, ну, этот ребёнок, у него неустойчивое, произвольное внимание, у нас он может два часа играть, рассказывать истории со связанным сюжетом и не выгнать домой. То есть неустойчивость произвольного внимания не подтверждается в сказке, которая практически в процессе. Но для взрослых язык сказки, иносказательный язык, он тоже позволяет говорить о себе не напрямую, потому что мы же защищаем личную информацию и правильно делаем. И часто наше эго не всегда такое, скажем, твёрдое, очень уязвимое. Оно не любит, когда начинают ему какие-то вразумляющие речи говорить. А на языке сказки эго говорит, ну ладно, это же не про меня, это же про какого-то там героя. И что-то для себя найдёт в той истории, которую рассказывает сказкотерапевт. Но мы не только рассказываем, конечно, мы много показываем. У нас много игр разных, и, ну, как и полагается. Да, да, да. Да, это действительно очень такая, вот как я и говорю, как я это увидела, хотя, в общем-то, много разных терапий знакомы с разными видами терапии. С этой я не была знакома, и для меня это, правда, большое открытие. И даже просто при звучании оно у меня всё равно созвучно с чем-то очень мягким таким, да, когда ты действительно всё равно раскроешься в какой-то момент очень легко и незаметно. Да, я правильно понимаю, что, в общем-то, можно, если у меня был такой вопрос, с какими вопросами работают сказки, наверное, сказкотерапия работает с любыми вопросами. Да, с любыми. Всё, что касается жизни, внутреннего мира человека, взаимоотношений между людьми, поиск смысла жизни, различные конфликтные ситуации. Ну, словом, всё, что предлагает жизнь, это всё... Принятие себя, самооценки, безусловно. Да, да. Да, то есть нет такого... Поэтому направлений внутри комплексной сказкотерапии очень много. Очень много, да. Значит, клинической сказкотерапии заканчивая работой с родом, не говоря уже о каких-то социальных вопросах и ситуационных разных тренингах. Да, этого много. А может быть, давайте поговорим немножко о русских народных сказках, да, на которых... Я лично на них выросла, да, и много их слушала. Поэтому у меня ассоциация со сказкой — это всегда очень что-то доброе, наполненное любовью, вот так или иначе, всё равно, да, и с хорошим концом, понимаете? Вот сразу вопрос к вам. Действительно ли должна быть сказка с хорошим концом? Или же всё-таки может быть по-разному? Вот, вы знаете, вопрос такой провокационный. Да. Дело в том, что, опять-таки, моя точка зрения в том, что сказок с плохим концом нет, в природе их нет. И сразу мне говорят, «А как? А вы знаете изначальную вообще версию Курочки Рябы, что там дочка удавилась, поп порвал все книги, колокола разорвали?» То есть это же просто там апокалипсис какой-то. Это что, хороший конец? Да, это хороший конец, но не из нашей обывательской логики. И вот, когда я говорю, что у каждой сказки хороший конец, он логически хороший конец. И для того, чтобы этот хороший конец понять, нужно понять тот уровень символизма, тот уровень реальности вообще, где происходит это, где эта сказка случилась, где эта небылица случилась. Ведь сказки ведь тоже делят на были и небылицы. «Быль» — это то, что произошло в явном мире, в плотном, материальном мире, а чтобы не былица, это то, что реально произошло в тонком мире. В тонком мире. И не всегда, не всегда красивый финал в тонком мире. Он такой же красивый для плотного мира. Например, кто-то погиб, что-то разрушилось в плотном мире, и мы будем говорить, что это трагедия. Но для тонкого мира это эволюционный прорыв, потому что было разрушено старое. Но вот приведу вам такой простейший пример. Сказка «Теремок». Да, да, давайте на примерах. Это очень доступно и понятно. Да. У кого не спросишь, ну что ж, ну какой же тут хороший конец? Тут же медведь пришёл, всё раздавил. Вот это вообще про своих и чужих. Это вот медведь — это чужак, и так далее, и так далее. Это для плоскости явного мира. Если так смотреть, то да. Если в социальных отношениях рассматривается эту сказку, да, это предупреждение. Но если мы посмотрим на эту сказку как на небылицу, то есть на то, что произошло в тонком мире, то мы увидим вообще другой механизм. Механизм утилизации старых программ. Вот посмотрите. Всегда в качестве вот этого теремка выступает какой-то очень старый заброшенный предмет. Кувшин ли это? Варежка ли это? Это череп чей-то, да? Вот что-то совсем заброшенное всегда в любой сказке. И туда приходит кто? Кто может всё разгрызть, утилизировать, превратить в прах? И в конце концов вот эта форма старая практически разрушилась изнутри. Пришёл медведь и всё зачистил. То есть если посмотреть на это в тонком плане, это счастливый конец утилизации старого. Понимаете, какая что? Да, да, глубина вообще. Ужас, разрушился дом, зверушки разбежались. Давайте придумаем сказки продолжение счастливое. Очень много зависит от нашего ракурса понимания происходящего в сказке. Сказки многоуровневые. Сказки — это целое мироздание. Поэтому всё зависит от того, какой этаж для анализа, для понимания, для распаковки информации мы выбираем. «Колобок» — тоже сказка с плохим концом. Да, да, да. Так зацепились за хороший конец. Вот мы как бы идём от противного. Что же хорошего в том, что «Колобка» съедают? С точки зрения, если мы смотрим вот опять на плотный мир, «Колобок» — кто это? Это ребёночек, который попал на язычок хищника. И нам жаль, потому что гибель происходит героя. Плохой конец. Но это не было. И происходящее в ней — это происходящее в тонком мире. И мы с вами сразу вспоминаем, что, извините, а «Колобочек-то это? Что ж такое? Это же хлеб! Его же нужно скушать!» И вообще такие хлеба — упоминальные хлеба. То есть вообще это сказка о почитании ушедших предков на самом деле. Вот как. За больной души была отдана определённая жертва. Соответственно, род таким образом укрепился. Понимаете? То есть вот когда мы говорим, что хороший конец, нужно понимать, в какой плоскости хороший конец. Есть сказки, где жили они долго и счастливо, да, и там пир свадебный, и я там был, и так далее. Вот. И в такого рода финалах нам задаётся эталон счастливой жизни, семейной жизни. И нам эти эталоны очень нужны, особенно в наше время, когда всё это разрушается. Нам нужны ориентиры, нам нужно знать, что есть семейное, супружеское счастье, что мы можем найти друг друга. Путь к друг другу очень непрост. И вот очень часто мне говорят, ну вот в сказках всё заканчивается свадьбой. Я могу вам сказать, что настоящие сказки, где действуют он и она, как правило, имеют две свадьбы. То есть вот они сначала поженились, вспомните хотя бы лягушку царевну, да? Ну хотя бы тот вариант, который нам известен в пересказах и обработках, в мультфильмах. Свадьба произошла, но они потом расстались, так видите? Он сжёг вышачью кожу до срока и пошёл её искать. И уже следующая свадьба была уже другого уровня. То есть социальная свадьба состоялась, а дальше начинается вот этот уникальный труд отношений, который тоже описывается в полных сказках. Вот они уже приходят к счастливому супружеству после того, как нашли друг друга вторичным. И вот, собственно, в супружеской терапии вот этот вот процесс вторичного обретения друг друга мы и проживаем зачастую. А там уже, как вы помните, из семь железных сапог нужно стопать или три железных хлеба съесть и так далее. То есть там очень много вот таких вот условий. И если эти условия распаковать, мы найдём секреты и супружеского счастья о том, как возделать характер, о том, как друг друга принимать и так далее. Мы сейчас с вами прервёмся на небольшую рекламную паузу и дальше продолжим наш разговор. Спасибо. И мы продолжаем программу «Другой мир». С вами Татьяна Доля и Татьяна, сказкотерапевт. Давайте продолжим наш разговор. Давайте. Скажите, пожалуйста, вот правильно я понимаю, что каждый психолог, каждый специалист, он по-своему, каждый расшифровывает сказку. То есть от того, к какому специалисту ты попал, как, наверное, и во всех других терапиях, ты получаешь, в общем-то, совершенно разные картины. Правильно я понимаю? Абсолютно верно. Абсолютно верно. В зависимости от убеждений психолога, психотерапевта, безусловно, будет зависеть и его интерпретация сказок. Сказки — тот этаж смыслов, которые он выберет для интерпретации, для передачи своему клиенту, какие смыслы он выбирает. Так что, конечно, очень многое зависит от его картины мира, системы ценностей. Да, это так. И мы сейчас можем поговорить дальше на примере сказок. Да, это, наверное, самый доступный такой момент, когда вы рассказываете, как раскрывается всё-таки смысл сказки. Для меня, правда, это большое открытие сейчас. Вот когда я вас слушаю, я никогда так глубоко, буду честна, я никогда так глубоко не рассматривала сказку и не заходила в неё так глубоко. Для меня она была всё-таки с теми образами, с которыми нас, в общем-то, и знакомили её. Да, я понимаю вас отлично, потому что, видите, тут ещё такой момент, что сказка — это всё-таки шифровка, и используются сказки так называемое парадоксальное шифрование. То есть иногда за какой-то трагической ситуацией, кровожадной ситуацией, скрывается очень тонкий смысл. Но вот даже самая популярная сказка сегодня — это сказка про Золушку, да? Сейчас, Татьяна, извините, у нас идёт звонок. Давайте я приму его. Кто-то хочет задать нам вопрос в эфире. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Это из сказочного мира звонок. Видимо, да. Видимо, да. Никак не получается принять звонок. Слушаем вас. Да, вероятно, так и есть. Может быть, это звонит Золушку? Давайте поговорим о Золушке, потому что, когда я стала спрашивать своих подружек и своих знакомых, все женщины, все девочки, конечно, моего возраста, мы всё ещё девочки, да, спрашивают, все помнят Золушку. Это, конечно, сказка, которая была экранизирована, совершенно разные интерпретации были, да? И вот, и заодно потом мы поговорим об интерпретациях, экранизациях, да? Вот насколько они тоже могут искажать смысл. Да, вы вот такое точное слово произнесли, которое мы тоже часто употребляем. Но мне хочется смягчить немножечко такой наш наезд на интерпретаторов, что это не только искажение, но это интерпретация на определённом уровне, не очень высоком. И вот интерпретацию на невысоком смысловом уровне мы называем искажением. Поэтому, да. Действительно, сказка «Золушка» — это сказка, которая есть в фольклоре любого народа. Все народы отметились в этом сюжете. Здесь действует архетипический, то есть древний сюжет. Мачехи и пачерицы всегда сопереживают бедной Золушке, потому что она к такой вот просто жуткой мачехе попалась. Но дело в том, что в этом тандеме мачеха-пачерица зашифровано обучение. Обучение очень таким тонким женским знаниям. И вот уже очень много говорилось о том, что и Золушка, она ждёт своего принца, и вообще сценарий Золушки — это очень плохо. Уже и про фею сказали, что она потворствует инфантилизму. Уж как только не поливали этот сюжет, а между тем всё равно экранизируют, и всё равно смотрят, и всё равно обсуждают. И вы знаете, в русском фольклоре сказка о Золушке называется «Чернушка». Да. И мне пришлось её восстановить. Восстановить именно с точки зрения тонких смыслов, именно с точки зрения взросления женщины, взросления девушки. Для того, чтобы было понятно, зачем чернушке, вернее девушке, которая стала потом чернушкой, так вот её прозывали, все эти испытания. Если вы хотите восстановленный вариант сказки, распакованный от парадоксальных шифров, освобождённый, я могу вам прочитать. Она не очень большая. Давайте мы попробуем всё-таки принять ещё раз звонок, потому что я… Вот кто-то очень хочет дозвониться. Я очень… Золушка, точно. Алло, слушаем вас. Алло. Может быть, это Золушка, который хочет услышать свою сказку? Алло, слушаем вас. Да, слушаем вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Это я вам пытаюсь… Очень, очень хорошо. Мы всё-таки вас услышали. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой, наверное, несерьёзный вопрос, но в то же время для меня очень интересный. Вот в свете последних тенденций о либеральных и однополых браках, вот как в сказках это всё можно интерпретировать? Ну, я сразу же могу сказать, что в сказках об этом информации нет. Единственное, что есть в фольклоре таких вот так называемых колыбельных цивилизаций, иногда мы можем найти в древних африканских сказках, в древних сказках народов Севера определённые такие вот нюансы, нюансы близкие к тому вопросу, который задан, но всё-таки не так. Всё-таки сказка нам показывает эволюционные пути для развития человека, а инволюционные, деградационные пути мы уже изобретаем сами. Ну, наверное, в природе должно быть равновесие. В сказках об этом нет указания. Единственную сказку вот мы нашли про смену пола, армянскую сказку, она так и называется «Сказка о девушке, сменившей свой пол». И предлагается ей такая хитрость для того, чтобы приобрести социальный статус. То есть такая вот уловка. И интересно, что она проходила испытания, которые должен был проходить юноша, доказывала свою силу, и в награду получила мужской пол. Ну и тут же сразу же вспоминается история про афганских девочек, которые родители выдают их за мальчиков. То есть это чисто такие уже социально-культурологические аспекты, связанные с выживанием, но не эволюцией. Всё-таки сказка для нас хранит и шифрует эволюционный материал. А инволюционный мы уже придумываем сами. Ну, я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Да, вполне. То есть я понял, что вы как бы в тренде. То есть ищете, если надо, то можете и для этих людей сказочку подобрать. Спасибо. Всего хорошего. И не подобрать, то придумать. Да? Всего хорошего. Спасибо за звонок. Давайте вернёмся к Золушке. И давайте. Вы знаете, очень хочется нашим дорогим радиослушателям открыть суть сказки о Золушке, чтобы уже всё встало на свои места. Зачем там нужна была эта ужасная мачеха и все эти приключения? Ну, я, естественно, русский вариант вам расскажу. Да, не Диснеевский. Да, конечно. Вы уже потом спросите, что к чему. Вопросы, кстати, можно и по ходу задавать. Итак, русская народная сказка, восстановленная Чернушка. Дело было в одном древнем княжестве. До сих пор то, что там случилось, много раз на земле матушки повторилось в разных царствах-государствах, за морями, за лесами, да совсем рядом с нами. Жил-был купец, сам собой молодец. Была у купца жена, красой наделена. Подарил им Бог дочь, чтобы роду помочь. Дважды по семь годков счастье их длилось, да потом притаилось. Ушла жена купеческая в другие миры, тонкие да заветные, чтобы оттуда дочери своей помогать, вестников посылать, во всём её направлять. Как это случилось, не спрашивайте. Это тайна великая, только сердцу да разуму светлому ведомая. Перед тем, как в иные миры уйти, наказала жена мужу, долго не горевать, другую жену взять, да такую, чтобы нравом от неё противоположной была. Дочь их родную сердцем не приняла. Крепко купец подивился наказу жены, воспротивиться старался. Думал, жена его разум потеряла. Кто же это родной дочери лихо желает? Но знал купец, что добро в рот иногда через испытания немалые приходят. Потому пообещал жене, что воля её исполнили. А как исполнишь свет мой наказ, так не задерживайся, за мной отправляйся, сказала жена. Да как же так, доченьку нашу нам мачеху отставить придётся, охнул купец. Мачеха, хоть и холодный сердцем будет, но сама того не ведая, доченьку нашу на дорогу доброй судьбы выведет, промолвила купеческая жена и духом в иной мир отошла. Как не горько купцу было, но наказ жены исполнил, взял жену новую, да не одну, а с двумя дочками на выгоне, с сердцами холодными, расчётливыми. Дочери своей Машеньке о завете материнском рассказал, терпение да трудолюбие проявлять наказал, о своём уходе скором предупредил, отцовским благословением наградил. Что делать Машеньке? Она сиротинушка родительскую любовь и благословение в сердце, как лучину, затеплила, да судьбу свою поблагодарила. Раз испытание такое пройти надо, покажу я роду своему, на что мой дух и сердце способны. Такое решение для себя она приняла. И самое время. Потому как мачеха да дочери её, увидев, что нет защиты у сироты, нрав свой во всей его неприглядности раскрыл. Законную владелицу имения да земель купеческих в служанку превратили. День и ночь её чёрной работой нагружают, да словом добром обделяют. Машенька красавицей писаной уродилась. Даже самая тяжёлая работа урона красе её девичьей не наносит. Оттого мачехины дочки от ревности маялись. И что удумали? Заставляли Машеньку золу голыми рученьками перебирать, да в лицо втирать, чтобы та чернолик руками сделалась, чтобы ни один добрый молодец в её сторону не взглянул. А Маша приказ ревнивец исполняет, да про себя посмеивается. Не знают мачехины дочери, что зола не только землю, но и красу девичью удобряет. Как умоется она водой, ничего, краше прежнего становится. Но при мачехе и её дочках в маске из золы является. Пусть злое сердце над ней насмехается, до поры чернушкой кличет, каждый по заслугам в конце получает. Долго ли, коротко ли, покатилась молва, будто князь начальник земель, где дело было, жениться надумал. Большие смотрины в своём тереме созывает. Музыкой, танцами, угощениями, три дня и три ночи народ ублажать станет. Мачеха с дочерями обрадовались, наряды готовить начали, каждая думает, что князь именно её из всех приглашённых невест выберет. Машенька тоже в терем княжеский попросилась, да её насмех подняли, кто ж такую чернушку на порог пустит. Да и дел у неё домашних немало. Мачеха по вредности своей ещё и добавила, взяла ячмень из пшеницы, в золу высыпала да перемешала, разобрать по зёрнышкам приказала. Вот мачеха с дочерями в княжеский терем уехали, а Машенька дом родительский, порядок после них привела. А потом выгребла ячмень и пшеницу из золы, разбирать по зёрнышку начала. Чувствует, кто-то на плечах у неё сидит, за ушком щекочет. А это два белых голубочка. Один матушку ей напоминает, а второй батюшку. Помогли голубочке ей зёрна разобрать, да от золы очистить, чтобы ни одно зёрнышко зря не пропало. А потом присели на плечах Машенькиных до три раза, клювиком о них стукнули. И появилось на Маше платье самоцветное, в золотистых кудрях корона засияла, вся зола с лица сошла, красу девичью миру раскрыла. Смотрит Маша на своё отражение и не узнаёт, а на дворе её уже повозка богатая ждёт, голубки ворвуют, вставляют. Доченька наша любимая, пришло время тебе свою красоту подлинную узнать, себя настоящую принять. Даже в испытании лихом ты сердечную красоту не потеряла, ещё краше стала. Отправляйся в терем княжеский, супруг твой будущий тебя заждался, только сразу ни ему, ни другим не отрывайся, в круговорот веселья пока полностью не погружайся, нужно тебе чуток окрепнуть, потому уходи из палат тайком до полуночи, домой возвращайся, залой натирайся, три раза так сделаешь, на прямую дорогу доброй судьбы своей выйдешь. Приняла Машенька наказ родительский и в полоску села, в терем княжеский отправилась, князь, как увидел её, к другим сразу интерес потерял, но Маша ему себя открыть не спешит, за временем следит, два дня она до полуночи исчезать успевала, а на третий день чуток запоздала, князь ни на шаг от неё не отходил, упустить опасался, потому пришлось Машеньке бежать изо всех сил, хоть и лёгкий поступь её была, доторопилась и оступилась, башмачок потеряла, на одной ножке до полоски доскакала. Князь башмачок в платок бережно завернул, на груди спрятал, знал он, что поэтому знак отыщет свою суженую. Так и было, снарядил князь гонцов, чтобы они туфельку всем женщинам земель его примиряли, невесту его отыскали. Все девушки волновались, готовились, хоть и знали, что вовсе не их князь в терем своей законной женою вести желает. Вот и до мачехиных дочек очередь в примерке дошла. Одной палец мешает, другой пятка. Мачеха предложила каждой то, что мешает отрезать. Дочери согласились, да только как нож к их плоти прикоснулся, образумились. Ну, кому охота за обман пальцем до пятки платить? Татьяна, у нас, к сожалению, очень мало времени. Я бы хотела, чтобы мы успели немножечко обсудить это, да, вашу. Очень мало, у нас совсем немножко времени, поэтому большому сожалению. И, наверное, вы заметили, что сказка-то другая. Она другая, да. Я вот слушала, и, знаете, в каждой фразе там вообще глубинный сакральный смысл. Даже вот фраза красоту подлинную узнать, себя настоящую познать. Ну, то есть, это вообще правда, это уникально всё, если это действительно слушать внимательно, да. И, может быть, вот свою какую-то, расскажите, ну, свое, как вы ее раскрываете, расшифровываете эту сказку? Конечно же, это история о том, как девушка, как женщина выходит на дорогу своей судьбы и своей доброй судьбы. И, естественно, у нас, к сожалению, в наших сюжетах судьб, в родовых каналах, в семейных сюжетах накаплено немало токсинов, и их нужно, как говорится, утилизировать, отработать, переработать, да. Вот фактически можно сказать, что сказка о Золушке и вообще любые сказки, где действует сюжет мачехи и пачерицы, это огромный информационный мусороперерабатывающий завод, который перерабатывает токсины, которые есть у нас в нашей психосфере, токсины, связанные с семейными отношениями, отношениями мужчины и женщины, самоопределения, самоценности и так далее. Токсинов много, информационных токсинов. И вот эти сказки, они как мусороперерабатывающие заводы. И когда мы их слушаем много-много раз, мы помогаем переработке, и утилизации этого токсичного потенциала. И в этом тоже часть, очень важная часть терапии. Ну и, конечно, если точно в повествовании расставлены сюжеты, то происходит выравнивание эмоционального фона, появляются более точные смыслы в голове, ясность мысли появляется, ясность понимания происходящего в своей жизни. То есть вот такая вот терапия, она ещё и работает на прояснение ясность мысли, да, и на прояснение чувств, и на утилизацию информационных токсинов, которые мы в себе несём. Вот что за прелесть эти сказки, как говорила Кушкина. Да, да, мы смогли успеть только прикоснуться вообще. К сожалению. Да, к сожалению, у нас, да, не так много времени, поэтому мы только прикоснулись. Может быть, если у нас ещё есть тут несколько минут, может быть, мы поговорим ещё о какой-то другой сказке. Вот, например, когда я, вот, моя любимая была сказка, как я уже говорила вам, да, в предварительной беседе, это Карлсон, который живёт на крыше, да. Вот он тоже, я думаю, что её очень многие любили. И, как бы, может быть, в двух словах вот об этой сказке. Что она символизирует? Да, я очень люблю тоже вообще творчество Астрид Лингрен это подарок для человечества и особенно «Малыши Карлсон» «Три повести». Для меня тоже было откровением в своё время, что шведы не любят этого персонажа, считают его асоциальным. Вот, он хулиган, он не поддаётся социальному форматированию. А вот для русского человека это... Прям герой. ...всвечный уникальный персонаж, который позволяет русское свободолюбие и аутентичность поддерживать. Но, надо сказать, что Карлсон это совершенно удивительная персонификация так называемого воображаемого друга. Мы с вами знаем, что где-то примерно в возрасте от пяти до девяти лет по-разному у разных детей появляется необходимость в воображаемом друге. И даже дети, кстати, меняют себе имена. Говорят, вот называй меня таким-то именем, а это имя его воображаемого друга или так его называют воображаемый друг. Это вот такой душевный друг, это вот друг, которому можно поведать всё, особенно если ребёнок растёт среди взрослых, с ним мама, может быть, играют именно, чувствуют какое-то такое своё одиночество, воображаемый друг ему обязательно нужен. И вот таким воображаемым другом становится Карлсон. И Карлсон фактически создаёт такие вот иммунные программы, имеется в виду психологический иммунитет, которые препятствуют жёсткому социальному форматированию и препятствуют социальным тревогам. Очень полезная сказка. А, неврально-терапевтичная. У Карлсона есть лекарство от всех тревог. Пустяки – дело житейское. Да, да, да. Он ни о чём не парится. Пустякин – это искусство. Собирает, ветер носит. И, по сути дела, Карлсон закладывает в маленького мальчика, малыша и всех нас, как читателей, социально-иммунные структуры. Не надо создавать таких вот гиперважностей из каких-то новостей. Не нужно слишком переживать. Жизнь – это игра. Не надо ко всему слишком серьёзно относиться. Не надо всегда делать то, что тебе навязывают, не забывая о том, кто ты есть. И не забывая, что ты умеешь летать. Да, да, да. Это потрясающе вообще, да. Не забывая о том, что нужно найти свою верную самооценку. Да, я красивый, умный, в меру упитанный мужчина. Не занижай свою самооценку, потому что в процессе социального форматирования самооценка у нас искусственно занижается. И вот, конечно же, с точки зрения вообще психологии социальной, с точки зрения психологического и социального иммунитета, защиты психосферы, Карлсон даёт очень много вот именно таких защитных инструментов, отношения к жизни, отношения к самому себе, самовосприятия. И здесь, конечно, этот персонаж прямо вот прописан людям, которые унывают. Вот, неважно, сколько тебе лет, 30, 40, 50, 60. Унываешь, жизнь потеряла краски, читай Астрид Лингрен, про Эмилия из Лёни Бернге, читай про Пепельный Чулок и, конечно, читай про Карлсона. И ещё очень важная особенность этого персонажа в том, что он просто фонтан креатива. То есть есть люди, у которых даже специальность такая связана с тем, что они должны всё время что-то изобретать, креативить. Нужно всё время включать ресурсы правого полушария. Почитайте Карлсона, если произошло выгорание правого полушария, если выгорание креатива произошло, почитайте Карлсона. Он даст все нужные камертоны. Попробуйте встать на его место, посмотреть на мир его глазами, и всё начнёт меняться. Просто нужно сделать это усилие. Взять книгу Астрид Лингрен. Ой, Татьяна, это просто. Я благодарю вас за эту беседу. На самом деле вы раскрыли только чуть-чуть нам вообще открыли, приоткрыли буквально. Но, по крайней мере, теперь есть представление и у меня, и у слушателей, представление о том, что такое сказки и какая глубина у них есть. Я благодарю вас за беседу и очень рада нашему знакомству. Спасибо вам большое. И наша передача подошла к концу, к сожалению. Всего вам хорошего. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok